здравствуйте друзья вот и подкралась незаметно пятница той самой недели когда у нас каникулы в школе были и сегодня последний день каникул и уже буквально с понедельника тут начинается всякая суета а завтра у нас сразу двое приезжают студентов из других мест с разницей в час вот она наша сотрудница по этой встречать и сначала одного подберет потом с ним пойдет встречать второго и потом уже все вместе там доставит на место так что это будет в субботу завтра так что уже как некоторые такая суета и я спрашиваю себя что это я за каникулы такие странные провел каждый день значит ездил на работу каждый день какие-то дела видео снимались сегодня у меня тоже будет я надеюсь в онлайне мы запишем скайпе не буду рассказывать кого но блогера блогера запишем и очень симпатичного блогера запишем а еще должен подойти товарищ который у нас учился и сейчас немножко у нас даже преподает так бы чуть-чуть мы его тоже запишем обещался в обед подойти так что и сегодня много планов вот я спрашиваю себя что же за каникулы такие у меня были отдохнули я оттянулся ли и в общем да и отдохнул и оттянулся и существенным на самом деле является то что то что ты делаешь ты делаешь потому что ты хочешь это делать на работе ты как бы делаешь то что положено а в каникулы ты делаешь только то что хочешь делать поэтому так вот и отдохнули а уже когда начнется неделя тоже на уже расписание уже занятия уже вот у меня начинается онлайновая группа в во вторник там сейчас что-то рекордное количество людей записалось это вот я с утра смотрел там 136 очень много неожиданно много я как-то даже не знаю чё ну так это разрастается конечно у меня у меня лицензия на 500 я могу и 500 посадить но в общем так ушки что еще сказать расписание начинается значит соответственно должен там соответствовать потом начинаются аппоинтменты приходят люди делать резюме приходят люди с вопросами о том что делается там с их профайлами когда они их вывешивают мы можем там посмотреть улучшить и так далее уже такая рутина идет я думаю хорошие были каникулы каждый день там чем-то полезным занимался каждый день общался симпатичными людьми без всякого напряжения или там внешнего какого-то давления хорошо и сегодня вот пятница и мы с утра со светланой обсуждали чем мы будем заниматься там на выходные единственное что почему-то я думаю что может быть у многих как-то срезонирует вот это моя мысль почему-то летом я раньше просыпаюсь вот если допустим зимой я могу совершенно спокойно проснуться и в 9 утра до летом почему-то часов 7 получается вот сегодня в 7 утра думаю что такое еще посплю не спится то ли солнышко то ли даже даже не знаю но как объяснить и в 7 утра просыпаешься и накапливается какой-то недосып поэтому иногда думаешь эх поспать бы вот иногда даже удается поспать а так вот все остальное совершенно замечательно мы вчера с любой шишовой из из гугла значит мы с ней записывали там видео для ее канала и ну и так я своих тоже там написал но мы довольно долго там бродили по территории так вот так получилось что пока дошли от одной точки до другой точки мы много болтали с ней на разные темы но вот в основном вот на тема блога и и да потому что у любы какие-то мысли такие нравится менеджмент развитие лидер шип айти и вот вот веб-блог как будто на об этом развитие личное профессиональное там и так далее и она на меня смотрит так но и все-таки там на 30 лет постарше вдвое старше любы и и она так смотрите ножка как бы в будущее что ли и так и интересует какие-то вещи и она говорится михаил готовые говорит вот счастливый человек вот как бы в какой степени счастливый и я говорю ты знаешь я абсолютно счастливый потому что я живу такой жизнью которую я себе выбрал то есть я считаю что и светлана то же самое то есть мы оба делаем то что хотим делать и если мы что-то не хотим делать мы не делаем или совсем не делаем или допустим кто-то делает ну как член команды то есть мы за день мы нанимаем людей и а и они это делают то есть мы мы абсолютно счастливые люди то есть у нас даже я не знаю чем чем такого нам хотелось чего у нас нет другое дело чтобы в целом может быть немножко аскетичные я не знаю у нас никогда не было таких вот потребностей которые ну я не знаю требует много денег и непонятно на что то есть вот у нас такого нет мы достаточно скромный образ жизни ведем не потому что мы хотим сэкономить ну просто у нас нет желания как бы истребление такого нет интереса такого нет собственно только из-за этого поэтому да я думаю проснулся настроение хорошее солнышко светит там покушал еще лучше там сел за баранку едешь по кремниевой долине вот вы вы же видите то что вот у нас только перед глазами и хорошо вот солнышко светит хорошо тучки тоже хорошо тут асфальт темненький видео когда там переложили хорошая ровная замечательная дорога без ухабов без ничего хорошо машинки вокруг чистенькие новенькие свеженькие люди улыбаются там пропускают на дороге вместо чего поэтому я так возвращаясь к мысли о том что счастливые там не сюда конечно хочу нет счастья такое дело что на всех хватает вот сколько есть людей на свете которые хотят быть счастливыми значит они все могут быть счастливыми одновременно нет никакого конфликта нет противоречия больше того чем больше вокруг людей счастливых тем как бы счастливее общество в целом и каждый отдельный член этого общества тоже потому что такое коллективное несчастье коллективная несчастливость давит психологически на на людей которые живут в стране в обществе и так далее я здесь такого не вижу ну то есть есть масса разных групп которые хотели бы лучше тут и лучше там но но так чтобы вот какое-то такое несчастье которое бы давило на мозги там и огорчало и так далее не видать не потому что мы прячемся от него так открыто смотрим но не видать особо конечно есть какие-то проблемы обязательно вот на днях губернатор штата калифорния подписал закон обязательных прививках для детей чтобы они по-моему это к школе относится когда они в школу идут а может быть и к садикам тоже я я не помню точно там на какой стадии об обязательных прививках если раньше родители могли сказать нет то сейчас они уже не могут сказать нет это подписано это закон и вот там некоторые дискуссии на эту тему было никакой такой истерики не было со стороны тех кто против ну то есть они они возмущаются но и так мало что как-то это почти незаметно и статистика такая что там где-то умерла в штате 29 детей от осложнений по поводу этих прививок но с точки зрения процентов это какой-то но там если не ноль то ну я не знаю но не сильно отличается от нуля 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 там с десятыми сотами с тысячными вот на этом уровне то есть риск от того что дети например не привиты риск смертельного исхода гораздо выше поэтому то есть всегда когда что-то происходит есть люди которые этим недовольны когда что-то не происходит есть тоже люди которые этим недовольны и это как бы часть жизни от этого никуда не уйти как бы мы все с этим живем ну что сделать значит к сожалению нет такого чтобы сразу все были довольны я помню даже когда вот президент обама неожиданно знаете вот совершенно как то так раз как как бы у нас out of blue да значит с кубой замирился объявил что у нас теперь будет замирение значит снимаются санкции там эмбарго там и все дела так тоже были недовольны вот были люди которые кричали что мол пока они там вот я не знаю какие-то условия не выполнят или чё там чё то но в целом я хочу сказать настолько в обществе реакция была позитивная вот с точки зрения как бы процентов до с точки зрения поддержки среди населения и разных там группы экономических и политических там и так далее что количество недовольных просто мизерное по сравнению там с любым другим политическим вопросом который можно только себе представить так что были люди недовольные тем что у нас есть эмбарго были люди недовольны которые недовольны тем что сняли эмбарго нормально нормально хватает на всех тут я прочитал интересный материал о том как договорились с ираном о снятии санкции но снятие санкции следует в результате того что иран взял на себя некоторые обязательства или возьмет некоторые обязательства по поводу своих ядерных программ это называется у нас теперь private diplomacy значит старина рокфеллер наблюдая за этим за всем значит ну как вот отношения развиваются подумал что что-то пацаны не то делают и пошел значит частную инициативу предприниматель значит поговорил с теми поговорил с этими нашел общее решение и как-то вот их все вместе свел они уж там столько лет никак не договорятся и вот частный человек но такой авторитетный скажем так авторитетный частный человек пошел поговорил и смотришь значит и договорились надо же так что что может один человек в сегодняшнем мире но авторитетный конечно с денежкой там у него много аргументов убедительных для всех сторон так что друзья пятница не работница пятница мне как-то все время набрасывают ребята там про пятницу я я забываю просто не помню не работница помню там еще что-то уже забываю но не суть пятница хорошо вообще в пятницу настроение хорошее просто по факту того что пятница и у американцев есть такая аббревиатурка для выражения thanks god it's friday то есть tgif thanks god it's friday то есть вот пятница вот по факту того что она пятница это уже как-то вот спасибо тебе господи что у нас пятница да так что радуемся жизни радуемся пятнице мне на самом деле даже пасмурность нравится потому что несколько дней было жарко так ужас и вот эти облачка ведь как вот такая манна небесная все-таки когда жары нет намного приятнее я прибываю к месту прохождения трудовой повинности неправильно к месту прохождения к месту службы но можно сказать так месту службы прибываю я к нашему зданию офисному и на этом с вами прощаюсь и вам тоже хорошие пятницы субботы и воскресенья в какой день недели вы посмотрите это видео вот чтобы был хороший день собственно и все остальные тоже счастливо и и Субтитры создавал DimaTorzok